Добрый вечер, Гомель! Ежегодно в последнее воскресенье января в Беларуси отмечается День науки. Официально он был установлен в 1993 году. Наш вечерний разговор сегодня о том, как наука помогает делать нашу жизнь лучше. Что ученые могли бы делать для малой родины? Совершают ли они свои открытия во сне или создают что-то новое, находясь в постоянном научном поиске? Высказывайтесь, пожалуйста, и вы, уважаемые телезрители, чего вы ждете от работ в научной сфере. 34 22 43 номер нашего телефона в студии. Также вы можете отправлять свои сообщения в Вайбер по номеру, который указан на экранах. Напомню, дорогие друзья, что мы работаем в прямом эфире. Нас нужно смотреть в прямой трансляции в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и на нашем канале в Ютуб. Ну а рассказать о научных разработках года малой родины мы пригласили сегодня ученых. Знакомьтесь, пожалуйста. Андрей Гусев, декан геолога географического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, кандидат геолога минералогических наук, доцент. Добрый вечер, Андрей Петрович. Добрый вечер, здравствуйте. Юрий Крышнев, заведующий кафедрой промышленная электроника Гомельского государственного технического университета имени Павла Осиповича Сухова, кандидат технических наук, доцент. Юрий Викторович, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телекдачи. Сергей Бахур, заведующий лабораторией энергоаудит и нормирование топливно-энергетических ресурсов Гомельского государственного технического университета имени Павла Осиповича Сухова, член Совета молодых ученых. Добрый вечер. Здравствуйте. Наука сегодня максимально интегрирована в экономику. И часто сами ученые отмечают, что мы работаем не для пылящихся на полке результатов, а для практики. Согласитесь ли вы с таким утверждением? Утверждение 100% правильное. Исходя из области конкретно моей деятельности, наши разработки и технические решения направлены для конкретных предприятий, конкретных областей экономики. Мы тесно связаны с ними, и поэтому это утверждение 100% верно. Говорит самый молодой ученый, присутствующий в этой студии. Сергей, вы отвечали сейчас за лабораторию, которой руководите, верно? Да, все верно. Хорошо, послушаем Юрия Викторовича. Я с задовольнением дополню Сергея. Я хотел бы крышечку глубей тут копнуть, хотя я и не елок, а ты мне меньше. Видите, это такая философская, электричная категория, я бы сказал бы, что фундаментальная наука и прикладная, они одна без одной не ходят, они повинны быть разом, потому что, ведаете... Наука и практика вы маете на УАЗе? Наука бывает фундаментальная и прикладная. Видаете, мы сейчас все разговариваем по мобильных телефонах, и не можем себе навыть уявить, что неяких 30 годов тому это было только на паперы, это было идеи. А теперь это настолько сильно пошло в жизнь, что без этого уявить наше иснование, в принципе, не махчим. Махчима, кто-то из наших юных телеглядачов сейчас удивился. Это правда так. И, видите, уже при нам все последнее стагодие, все так и оно отбывается. Сначала фундаментальная наука дает нам некие продукты, которые работают на нас. Это уже машины, обсталявания некая, выпускают продукцию. А потом, вот эти машины и обсталявания, их нужно обслуговывать. И как их обслуговывать досканало, вот тут и необходима прикладная наука. Прикладная наука робить рывок, доганяя. А в свою очередь сейчас диктует новые некие цикавостки, некие удосконаления, новые, на которые человек смутится. И снова включается фундаментальная наука. Вот так они с ансарой идут, одна за одной. Вот таки флип-флоп. Вот, что правильно сказал. Только я добавлю, есть фундаментальная наука, она работает на будущее. Есть прикладная наука, она работает на настоящее. Фундаментальная наука, это дорого. Не каждое государство в мире, сколько их есть, может себе фундаментальную науку позволить. Но если фундаментальная наука исчезнет, то через некоторое время исчезнет прикладная наука. Более того, исчезнет высшее образование. То есть останутся церковно-приходские школы, где будут читать, учить, писать, счеты, арифметики, а высшее образование исчезнет, если не будет прикладной науки. Доходчиво объяснили, Андрей Петрович. И один еще момент. Никто не может предсказать, что из фундаментальных исследований сделает прорыв через 20, 30, 40 лет. Никто не может, к сожалению, предсказать. Так, верно. Сгодны? Абсолютно верно. Скажите, пожалуйста, Юрий Викторович, верно ли утверждение, что сама идея и история создания технического университета имени Сухого сейчас подтверждает сказанное? Ну, так. Мы, натурально, мы с практики пайшли. Тому, что 1968 год мы з'являемся на карте Гомеля, як агульно-технічный филиал Белорусского политехнічного института. Это наши батьки. Але при этом нашими батьками треба лечить и вытворче обеднание Гомсельмаш, на замову якого мы, в принципе, з'явились. Потому что треба было ту продукцию, которую мы выпускали, обслуговать, обслуговать машины, которые выпускали эту продукцию, докладно сказать, удосконаливать весь час. И, как з'явились кадры для этого, мы начали свое иснование. Я здесь даже читала, что был директор завода Гомсельмаш, не памятаю прозвища, и он выступил с инициативой, как Гомель был в филиалте, высшейшей научной установе, которая позволит рыхтовать кадры по сутности. Может, это и не так, но... Это в кулуарах, с аферанками, вытворче обеднание Гомсельмаш отбывалось. Але потом уже мы начали расти. В 1973 году мы уже озрабились просто филиалом Белорусского политехнічного института. 1981 год – это год створения Гомельского политехнічного института. В 1995 году мы отримливаем гоноровое звание Павла Осиповича Сухова. И 1998 год, в том выгляде, как зараз, мы не знаем уже техничный университет имя Сухова. За гэтый час пройденный шлях вельми великий. Я вельми счастливый, что мне у разных амплуа довелось спочатку студентам с 1991 года на промысловой электроннице под инженером, выкладчиком, зараза гадчиком кафедры промыслового электронника, заспеть шмат, что за этих падей. Мы от такого довольно узкого механико-металлоричного профиля разрослись до 24 специальностей на первой ступени, восьми на другой. Магистратура, аспирантура. И охопливаем такие широкие спектры, как энергетика и тепловая электричная энергия, радиоэлектроника, информационная технология, экономика. Это богозначно шире, чем вось такая классика, зякой хардкор старый, зякой все почалось. Дякую. Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, а при каких обстоятельствах появился геологический факультет в Гомельском государственном университете? Тогда не было университета. Скажем так, что стало причиной появления? Сначала был педагогический институт имени Сергея Мироновича Кирова. Затем институт стали превращать в университет. То есть 30-й год, правильно? И в этом году юбилей? Будет юбилей, да, большой юбилей. Будет вуза, да. А переименование института в университет, это случилось 50 лет назад. В прошлом году 50-летие отмечали. Да, в прошлом году. То есть у нас один юбилей за другим идет. И когда институт превращался в университет, открывались новые специальности. В том числе открывалась и новая специальность геология, которая тогда называлась инженерная геология, гидрогеология. Открывалась она потому, что такие специалисты нужны были для горной промышленности, в частности для нефтяной. Тогда как раз в те годы, в 60-е, открыли первые месторождения на Полесе и потребовали специалисты. И проводилась мелиорация, там тоже геологи нужны и в немалом количестве. И поэтому вот открыли геологический на тот момент факультет. А потом, когда оказалось, что еще географы нужны, добавили еще специальность география. Но это уже случилось через много лет, в 89-м году, 1900. Добавили географов. А потом, когда оказалось, что не все хорошо у нас с окружающей средой, добавили специальность геоэкология. Да, это уже случилось в 99-м году. То есть вот так мы постепенно расширялись. Благодарю. Имеется в виду факультет. Полнейшие ответы. Но мне хотелось бы прямо сейчас подключить к нашей программе, к активному участию в нашей программе наших телезрителей. Как обычно, дорогие друзья, в диалоге о малой родине, безусловно, присутствует вопрос. Сегодня первый вопрос эфира задаст Юрий Викторович Крышнев. Пожалуйста. Я хотел бы крыху акцентовать увагу на свою специальность, на тем, чем займаюсь и тем, чем я научался в свой час. Ну и зацекает этим предметом нашим телеглядашоу. Я, значит, так, яскраво, бачите, так, всеми зничками играю. Вось, и задать пытанне. Вось, ведайте, дякуючи тому, что зараз я на руце отрымаю, власно кажучи, ясну есть сучасная микроэлектроника. Вось, на нашей земле его приблизно, вось, кали взять кару, то приблизно 27-30%. Вось, я хотел бы задать пытанне, что гэта такое? Вось. Ну, скажуть, камень. Так, гэта, ну, хотя бы, подлумачьте, гэта материал ци, выкопень, химичный элемент ци дадает. Скажите, что это не фольга, да? Так, напевно, это... Я только хотела спытать. Ведайте, Алена, я добра ведаю, які ў нас цудовны узровень ў наших телеглядачоу, вось, и таму я лечу, что даволі разгорнута і так была дана падказка, вось. Ёсць приз, які... Ёсць приз, так, пакажите, расскажеште, што гэта, гэта календар, да? А от Гомельского державного университета имя Паула Восипевча Сухога. Вэта хромопродукция наша университета на стены, календар, нататник, календар настольный маленький, вось тое, что отрымает той пераможца, сирот телеглядачоу, які... Правильно адкажа на пытанне. Не просто першым дазвонецца, а правильно адкажа на пытанне. У нас ёсць яшчэ одно пытанне, и мы яго зададзім крыху пазней. И падарунок будзе ўжо ад Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. Ну, а пакули обмярковываем далей у студии. Университет, образование и наука без научных лабораторий сегодня не представить, ну, пожалуй, ни одно учебное заведение. Какие научные лаборатории работают на базе Гомельского государственного университета Скарыны, на базе технического университета? Пожалуйста. Ну, давайте. На базе технического университета нашего, именно конкретно научно-исследовательских лабораторий, работает семь. И вы представители одной из них? Одной из них, да. Ну, у нас лаборатории научно-исследовательские, начиная от фундаментальных исследований, да, и заканчивая прикладными. Вот. Также еще хотел отметить, что есть и учебно-исследовательские лаборатории, в которых занимаются именно студенты нашего вуза. Данные лаборатории, они работают на базе выпускающих кафедр. Вот. И я, как бы, да, представляю вот одну из лабораторий конкретно вот прикладного направления, это лаборатория энергоэтитета. Я обязательно поинтересуюсь, что же рядом с вами. Сергей не позволил поставить свои аппараты вот здесь вот, недалеко от женских рук, поэтому я туда подойду. Но прежде у нас есть телефонный звонок. Давайте слушать телезрителя. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? К сожалению, мы вас не слышим. Нет возможности вас услышать. Попробуем, попробуем связаться чуть позже. Сделаем еще одну попытку, обсуждаем далее. Скажите, пожалуйста, Андрей Петрович, а на базе вот конкретно геолога географического факультета в своей лаборатории имеется? Наверняка. У нас учебные лаборатории. Научные? Научные лаборатории университета есть. Они такие комплексные, многопрофильные, так скажем. Я за них не буду говорить. Это вы пригласите представителей этих лабораторий. Вот. Я скажу за факультет, за, так скажем, направление научных исследований факультета. Мы готовим на факультете широкий спектр специальностей в области наук о земле. На первой ступени образования у нас три специальности. Это геология и разведка, география и геоэкология. И есть еще вторая ступень магистратура. Там геология и экология называется. Так. Соответственно, и научные направления, и лаборатории, которые обеспечивают и учебный процесс, и научные исследования, они попадают вот в следующие категории. Первое направление, которое я так условно назову для публики широкой, это мониторинг природных и антропогенных ландшафтов. Это то, что необходимо, просто необходимо сейчас, наверняка. Ну, оно все необходимо, а это просто оно разные аспекты затрагивает. Второе направление – это мониторинг геологической среды. В первом случае это то, что над земной поверхностью, а во втором случае это то, что под земной поверхностью. И третье направление – это оценка и прогнозирование геоэкологических рисков, то есть рисков, связанных с негативными геологическими процессами, с химическим загрязнением вод, почв, грунтов и так далее, с физическим загрязнением, электромагнитным, радиоактивным и так далее. Вот три таких направления во всех случаях мониторинг – это наблюдение, оценка и прогноз. Наблюдение, оценка и прогноз. А цель всегда одна – это защитить благоприятную среду для населения нынешнего и для будущих поколений. Тоже надо сохранить иначе и ничего не останется. Спасибо. Вот это вот такие направления. Естественно, что наши науки, они требуют и приборов, и аппаратуры, и полевых исследований. И заинтересованных участников. И участников, естественно, потому что для таких исследований надо много участников, большей частью так. Вот поэтому мы вовлекаем и студентов в научные исследования, и, соответственно, идет руководство нам навстречу и периодически обновляет лабораторную базу и приборную вот эту базу для полевых исследований. Благодарю. Андрей Петрович, давайте спросим у Юрия Викторовича, на каких исследованиях сегодня делает особый акцент факультет автоматизированных и информационных систем Гомельского государственного технического университета имени Сухого? Ну, у нас, видите, в Сухого, университете Сухого, у нас организованы так само лаборатории на каждом факультете, как уже сказал Сергей Иванович, на каждом факультете есть своя голеновая лаборатория студентская, и она занимается и научальным, и науковым блоком, поскольку они помеж собой близки, и, как правило, помеж ими можно частиком проводить параллели, и они плавно перетекаются одно в одно. Ну, а есть науковые лаборатории, которые гуртуют уже, так скажем, дорослых доследчиков и аспирантов. Ну, и есть такие величальные методы и сродки у задачи автоматизации и кирования, есть лаборатория. Студентская лаборатория называется у нас в приватности на кафедре промыслово-электроника радио-аматор. И студенты, видать, займаются основным тем, что они поблизу с теми выкладчиками, которые занимаются серьезными проектами, они так само побачь набывают те веды и те проектные навыки, которые просто необходимы им потом будут у инженерной профессийной деятельности. Вот, это диагностика, вымерение, есть робототехника, мехатроника. Мехатроника, скажу, это такие направления, которые, оттулевая механику классичную, электронику кирования, зараз до них закончилось программирование. То, бы, кость все это разом в комплексе, это есть мехатроника такая наука. Я ведаю слово лототрон, и одразу мне уявляется такая круглая прылада, у якой некие шары, которые вытягивают оттулевую рукой. Это также складано. Это также складано. Более простым языком это, наверное, автоматическая коробка передачи в автомобиле, она полностью, наверное, раскрывает всю суть мехатроники. Можно сказать так. А по каким направлениям ведется вот эта работа научно-исследовательская? Вот Андрей Петрович уже сказал, исследуем то, что над землей, исследуем то, что под землей. Справа в том, что специфика такая у электроники сучасной, что науковые задачи, науково-техничные, там электроника проходит только как сродок вырошения этой задачи. А электроника, программирование. А сама задача, ну и любая пригожая задача, она завсюду находится, видать, на стыку, по междисциплинарным. Ну, я кажусь, любят сказать, на стыку навук, а тут по междисциплинами. По междисциплинами. То, вот есть, ведаете, у нас цикавые распроцовки, які мы робили для гомель-краснафта-дружба. Там, вось, якраз чистым выглядят мехатронные модули, які працуют у нас по телеметрии, это, значит, дистанцина. Вось, мне здаецца, у нас есть видеоматериал, мы попросим режиссера запустить, каб наши глядашы уявляли сабе, что гэта за приборы, аппараты. Я не ведаю, як гэта назвать. Ну, так, это, можно назвать, ведаете, по узровне, но это системы, приборы и системы, так скажем. Тому, что, ёсць, як правило, гэта приборы, яны складаюцца ёсць с некольких часток. Тобук, это і частка, яка я працую. Вось яны, так? Так, так. Вось, коллега Андрей Петрович Казао, над землёй, пад землёй. Вось, бачим цікавый прыглад мехатронной прелады, доволі буйной, яка я працую, так само, и панад землёй, и пад землёй. Гэта контрольно-вымиральный диагностичный снаряд, який бы у нами распрацованы для нафтовяков, для гомельно-транснафта-дружба. Ведайте, это объяднание, якое займается эксплуатацией всей трубы, якая проходит по территории Беларуси. Вось, починаючи от границы с Российской Федерацией и до границы с Польшей. Вось, в приватности, тая прелада, якая зараз в вашей увазе на экране, она дазваляя прас тыя датчики, які усталяваны на гэтым транспортным сродку. Гэта фактично очищальный снаряд. А задняя частка, она вартае уваги. Тут и механика, и электроника, и программируемый модуль. Это все зроблено нами власноручь, и задачей его з'является контроль якости изоляции трубопровода. Лежа, этой контроль ожицівляется не так, что мы раскопали трубу и поглядели визуально. И поглядели. А он ожицівляется с допомогой высокоинтеллектуальной системы, якая стоит на гэтым снаряде и иде по трубе разом с нафтой. Ну, за кошт энергии нафта, якая транспортуется, я одночасово своими датчиками вздымаю информацию про то, где есть некие дефекты, то бак у изоляционного покрытия, або у самой трубе. А если прорвет, то мы займемся. Я и понимаю, что вы друг друга дополняете, да. Они лишают нас работы. Они же еще и чистят отложения. Одночасово так. Нет, не лишает. Нет, 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 Андрей Петрович, что вы, не лишает работы. Только лишь улучшает работу нефтепровода. Абсолютно точно. Расскажите, пожалуйста, Андрей Петрович, может быть, о разработках, достижениях минувшего года, ну или двух-трех лет ближайшего времени. А может быть, даже затроньте планы на 2020-е. Две темы тогда можно так назвать, по которым были статьи в международных журналах в этом году вышли. И первая тема, просто если объяснять, индикаторы ландшафтно-экологических тенденций. Ландшафтно-экологическая тенденция – это направленность изменения экологического состояния ландшафта. Эта тенденция может быть современной, то есть та, которая в течение нескольких лет действует так, и может быть долговременной, которая действует десятилетия, столетия и так далее. Чтобы эти тенденции оценить, разработана система индикаторов, дистанционных индикаторов космических и наземных индикаторов, по которым можно оценить ландшафт, смены ландшафта идут в направлении деградации или восстановления. Нарушено экологическое равновесие в регионе, не нарушено. Какие процессы потенциально опасные могут развиваться, то есть это нужно для экологического прогнозирования. Это первое. А вторая тема – ландшафтный анализ вторжений чужеродных видов растений, например, двух модельных видов, которые в последние годы вторгаются. Это солидах кандаденсис, который золотарник канадский по-народному. И второй вид еще более опасный – амброзия артомизифолия, то есть амброзия полонолисная. Нам очень часто, кстати, телезрители звонят в эфире, задают этот вопрос. Делается что-нибудь? В их вторжении оно идет не хаотично, оно идет закономерно. И закономерности определяются как раз ландшафтной структурой, ландшафтными факторами. Поэтому ландшафтный анализ позволяет, во-первых, видеть пути этого самого вторжения, предполагать, куда эти пути направятся дальше, указывать уязвимые участки, которые в ближайшее время будут заняты этими видами. Это вот вторая тематика. Они взаимосвязаны, конечно, и актуальны они ввиду климатических изменений. Потому что климат, он оказывает влияние и на ландшафтные изменения, как более большой процесс, и на вторжение чужеродных видов растений, как более мелкий процесс. Благодарю вас, Андрей Петрович. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что это программа «Добрый вечер, Гомель». Чего мы ждем от нашей науки? Как наука помогает делать нашу жизнь лучше? Звоните, пожалуйста, 34-22-43. Высказывайтесь. Вайбер-номер вы видите на экранах. Дорогие друзья, о том, что... Так, продолжаем разговор в нашей студии. По-прежнему мы ждем телефонных звонков 34-22-43. Звоните нам в студию. Возможно, мы сможем поговорить с вами. Какая-то техническая накладка небольшая. Но, возможно, скоро состоится этот разговор. Я хотела бы отметить еще один момент. Обычно в каждом учебном заведении, ну, во всяком случае, до этого года так было, проводится обязательно ко дню науки какая-то выставка интересная. Такая, куда могут прийти студенты, преподаватели, посмотреть, что же делается на каждом факультете. Вот в Гомельском государственном университете такая выставка открыта. О том, что уже сделано, рассказывает эта выставка, а также рассказывает о инновационных разработках. Она, соответственно, приурочена ко дню белорусской науки и работать будет длительное время. Давайте посмотрим. Две недели. Две недели. Вы можете прокомментировать. Да, вот как раз это ученый совет показывает. На котором ее открыли. Так, так. Вот Гайшун, если я не ошибаюсь, да, представитель физического факультета. Так, интересно, студенты выступают. Это наш представитель, это не студент, это преподаватель. А, это преподаватель, так. Да, кандидат наук, доцент. Так, это все ученый совет. Я вижу декана физического факультета. Вот это физики развернули, да. А вот это уже, наверное, планы физики. Так, а ты, Петрович, не были это, да? Да, получается, да. Вот, вот это и есть эта выставка. Прийти могут наверняка не только студенты. Сейчас ходят школьники, школьники сейчас ходят, представители колледжей и прочих учебных заведений. Начиная от маленьких, заканчивая большими. Скажите, пожалуйста, много ли посетителей? Сегодня, сегодня было много посетителей. Наверное, вот таких вот групп, которые прошли сегодня, наверное, с десяток наберется. Я там периодически ходил мимо, вот, смотрел, да, сегодня был просто ажиотаж. И вчера, кстати, был тоже ажиотаж. То есть всех приглашаю на выставку посетить, очень интересно. Там для всех любителей истории, там стоит рыцарь в доспехах. Для любителей, там, физики, технического творчества, там физики развернули свои стенды. Филологи, вот там, да, вот, со своими. В общем, любому будет интересно. Я хочу спросить у Юрия Викторовича Сергея. Скажите, а в техническом университете подобное что-нибудь есть? У нас так само проводится выстава, примеркованная... Прошлые годы, я знаю, была такая выставка. Что год проводится такая выстава, примеркованная до дня белорусской науки. Только у нас, к рыху не так, як у наших шановных коллег, с университета имя Франциска Скарыны, мы проводим эту выставу у один день. Значит, на эту выставу сбираются все наши факультеты, все наши лаборатории, яке, так скажем, имгненно на раз-два разгортують весь разностайный кермаш своей продукции, яку я назрабили. Завсёды, скажем так, есть и приемная частка, что треба, значит, представить это все, показать, але и некоторая головная боль, потому что, ну, великая колькость распроцовок, она находится уже у заказчиков. Тобаку ты, для кого мы это распроцовали и працюе. Вот, и вельми шкода бывает, коли вось все зроблено, есть досконалая, добрая система, которая судовно уже працует, а на взамен ей можно только показать... Фотосдымки можно, и видеоматериалы. И рекламную, некую рекламную брошюрку. Вось, але, ну, ведайте, это уже нюансы. По великим рахунку завсёды у нас вось, о той день, коли мы святкуем, проводится урочистый сход, значит, а перед урочистым сходом непосредственно отбывается вось такая выстава, на якую избирается великая колькость и наших коллег, супрацовников, и традиционно приходят школьники. Мы так само их рады витать и показываем. Я не знайомяць, как бы, про наши распроцовки, знайомяць с таким чинами, с тым, на что мы здольны. Ну, я так разумею, что сегодня мы, на жаль, пакуль не можем примать у студию телефонованні, потому что, ну, ёснекие технічные забароны мы, ну, пэуна, не ведаю, от шагов это залежать, можа, на дворья. Вось, але наш редактор на телефоне, калі я правильно разумею, можа примать адказы наших телеглядачоў. Так, ціне? И мы просим нашага редактора на телефоне записывать имя таго чалавека, який адказаў на пытанні Юрая Вікторовича, і номар телефона, і адказ. А потам мы ўжо даведаемся, які адказы давали глядачы, і падвядзём вынікі. Юрая Вікторович, калі ласка, пытання для нашых телеглядачоў яшчэ раз. Паўтарыця, коратка. Зверніця увагу, вось на гэты прадмет, гэты не фальга. Так, так, яшчэ разочак. Это досыць твёрдый кавалачак. Вось, як бачыці, яскравы, знічак не пералічыць, колер светла шэры, твёрдасць высокая, на кунт крохкості нічого казаць не буду, таму, што не хачу парезацца ў простым эфіры. Вось, і яшчэ дадам, што без гэтага, вось, кавалачка, без таго, што тут прадставлена, вось, без гэтагаречева сучасна микроэлектроніка існаваць не можа. Вось, а ў земной кары гэтагаречева приблизна 27-30 процентов змешчаецца. Я здагадываюся, што ў Андрея Петровича отказ з'явився одразу. Блоб дзюна, калебьё неверно. Так, Андрей Петрович? Нет, поискусственной. А, так вы не скажете. Вы скажете, вы скажете. Я семечный элемент, как знаток, семи, знаю, а вот... Да. Ну, тут уже прогучали некоторые подказки для наших лет датшоу, так что ловите кожное слово, шануне. Следующий вопрос у меня такой. Кова степень доверия нашим разработкам, наших учёных и технологиям? В масштабах нашей страны и в мире. Вот это я хотела спросить. Пожалуйста, кто ответит? Андрей Петрович? Есть что сказать? Ну, сказать-то есть что. Тут вот в чём дело. Так. Если речь идёт о международном авторитете, то сейчас, в общем-то, авторитет этот измеряется международной системой журналов англоязычных, исключительно так. Это известные базы Scopus и Web of Science. И журналы, которые входят, они считаются авторитетными. Стало быть, авторитетный учёный – это тот, кто публикуется в этих журналах, имеет индекс цитирования, Хирша и так далее. Тот, кто не публикуется, значит, он не авторитетный. Хотя есть исключения медийные. Вот, например, сейчас Грета Тунберг – это у нас самый главный специалист в области калуги. Так, да. Это медийный, так сказать, феномен, да. А так, конечно, вот эти наукометрические критерии, они и являются, как считают, объективным показателем авторитетности. То есть, если вы хотите узнать, авторитетный этот учёный или не авторитетный, вы берёте, открываете его профиль там в Scopus или где-то и смотрите, какой там у него Хирш, какое у него индекс цитирование, есть ли он там вообще. Вот такой ответ будет. Да, спасибо. Я хотела бы у Юрия Викторовича поинтересоваться. С чего мы почали? С баланса, с тонкого баланса, на каком совестнуют прикладные фундаментальные науки. То, как у нас, доречу, на слайде частка фундаментальных наук, мы бачим установки, какие сфотографованы в Объединённом институте ядерных доследований лаборатории физики высоких энергий АВЕКСРА и Балдина. Вот, когда мы так же бывали и занимаемся с ними супольными распроцовками, видите, это вот приклад международного сопроцовництва. Кроме Российской Федерации, напевно, остальные приклады сопроцовництва с европейскими краинами, они вычерпываются как раз таки фундаментальными науками, представниками фундаментальных наук. И они, вот, как уже правильно Андрей Петрович отзначил, там есть, как бы, больше такая строгая канва, больше строгий падыход до фиксации наукометрии, так, то, как там, индекс ставания важный. Ну, вось, или у гэтым дачыненне треба отзначить, что работы наших навуковцев, які я представляю основным лабораторию физичных доследований и международный центр перспективных доследований, они працуют над физикой ядра, и для их працы непозбежно треба карыстацца тыми экспериментальными установками, это коллайдеры высоких энергий, дзем можно убачить вот эти эффекты, колесу тыкаютцца фактична ядрами элементы, або легкие элементы, ядро дэйтери, або тяжкие элементы, это золото, вось, для прикладу, и бачить, на что разбивается, то баку, мовно кажучи, вось, физики, зараз ядерные физики, они ламают голову над тым, а что ж было про материи, якая была наша материя, наш сусвет одразу пасля великого выбуху, вось, и уже вядома, что ядроу являет с собой, калегу, ясче разбить кварк, глюоны, кварк-глюонную плазму, элементарные частинки, там, могут быть, ясче фотоны, реликтовые, нейтринные, и так далее, вось, и гэтым займаецца по всім свете, начать, и великий андронный коллайдер, вядома, и вось, эти сдымки, которые вы сейчас видите, это сдымки, сделанные в Абъединенном Институте ядерных доследований, вось, то бок там, вось, гэты доследований, яны, так самое, это приклад международных доследований, яки робятся у нас в университете, нашими навуковцами, вось, и займаются этим и на узровне фундаментальным, и на узровне прикладным, так само, мы с 2014 года подписали погоднение с Абъединенным Институтом ядерных доследований, и оно комплексное, ведать, и студенты наши стали довольно часто гастевать, вось, почали мы с практик, с летних кампусов студентов, вось, до нас приезжают специалисты, мы приезжаем до их, вось, и таким чином мы уже ведаем проблематику, над якой працует гэты Институт Абъединенный, лаборатория физики высоких энергий приватности, а там, ну, як высветилося, є задачки для тих, кто займається электроникой, тому, что свыж высокочастотной электроникой, она, в принципе, обслуговывая эти процессы, вось, выкананный проект по распроцовцеву взмазняльника могутности высокочастотного, в полосе в октаве от 2 до 4 ГГц, это частоты, які сувемерны, с частотами, на яких працюй мобильный телефон, а ли зроблено все это на твердоте, электроникой было, першиню, табакось, у нас, в истории нашего университета, это элементы на основе нитридогалия, арсенидогалия, так само проводниковые элементы, але, значит, покольки на таких высоких частотах могутности иншими элементами твердотельными нелия было, значит, вырошить эту задачу, я памятую, было доволе складано стимкап знайсти элементную базу, вырошить эту задачу, ну и вось зараз мы уже протягиваем это сопротивление, я хочу спросить сейчас у нашего редактора, есть ли ответы наших телезрителей на вопрос, который задал Юрий Викторович Крешнев, есть ли ответы, как бы мне их получить, уважаемый редактор, могли бы, так, есть такой вариант кремний, кто этот вариант дал, скажите мне, пожалуйста, Валерий Михайлович ответил кремний, это правильный ответ, Юрий? Абсолютно верно, 14-й элемент таблицы Менделеева, кремний, ну это поликристалличный кремний, отповедный, конечно. Валерий Михайлович, уважаемый, мы вас поздравляем, вы абсолютно правильно ответили на вопрос, и этот блокнот, и календарь настенный, маленький календарь, Юрий Викторович оставляет именно для вас, это ваш подарок, Юрий Викторович, еще раз на руку возьмите вот этот, нет, не календарь, а вот именно камень, вот этот прекрасный, скажите, это? Это поликристалличный кремний, который используется? Основа великой колькости сучастных микросхем, это микропроцессоры, микроконтроллеры, операционные взмотсняльники, транзисторы, микросборки и так далее. Вот теперь мы все знаем, что это не фольга. Спасибо большое, но есть у нас еще один вопрос, его мы зададим, уже задам этот вопрос я, уважаемые телезрители, ответьте, пожалуйста, если вы были внимательными, то в нашем предыдущем разговоре подсказка уже была. Большая, да. Большая. В каком году на базе в составе Гомельского государственного, среди факультетов Гомельского государственного университета появился геологический факультет. Назвать нужно год. Ну, а подарок от Гомельского государственного университета сейчас Андрей Петрович представляет. Это блокнот, ну, тоже пакет промпродукции. Блокнот и ручка. Большой, малый, ручка, это прекрасная папка. Пожалуйста, ЛСТ-34-22-43, по этому номеру звоните. Да, пока у нас нет возможности выслушать ваш ответ здесь в студии по телефону, но наш редактор на телефоне примет ваш ответ, запишет и передаст мне, я его озвучу. Ну что ж, мы продолжаем разговор. Сергей, я хотела бы обратиться к вам, насколько я понимаю, лаборатория, вот, в частности, та, которой вы руководители, является таким промежуточным звеном между наукой и практикой. Верно? Все правильно, да. Что, ну, скажем так, вы разрабатываете в лаборатории, какие работы вы выполняете, но кому это будет полезно, да, кому это будет интересно узнать. Ну и, понятно, я захочу узнать, что там. Про приборы. Да, но я подойду и узнаю. Работы мы выполняем непосредственно на организациях либо предприятиях по всей территории Республики Беларусь. Если говорить о каких-то конкретных примерах, допустим, последние два года, да, был произведен энергетический аудит ряда предприятий коммунальной области, коммунального хозяйства Гомельского региона. По результатам проведенной работы была дана оценка энергетической эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов данными предприятиями. Было выделен потенциал энергосбережения. То есть на чем можно сэкономить, где можно сберечь энергию. Да, выработаны, разработаны данные конкретные мероприятия по экономии энергоресурсов и по рациональному использованию их. Соответственно, эти все мероприятия, они были технически обоснованы, и им дана экономическая оценка. Сергей, мне не терпится просто подойти, подойти к этим приборам и посмотреть, что же это такое. Так, вот это что-то, это какие-то клещи. Данные приборы, да, они в принципе... Можно подержать? Конечно, конечно. Они в принципе помогают нам при проведении энергоаудита для изыскания каких-то недостающих исходных данных и проведения инструментальных измерений. Это у вас в руках клещи, токовые клещи ваттметр, которые позволяют нам измерять физические величины, в принципе, такие как ток напряжения, мощность, полная активная реактивная, любого, в принципе, электроприемника, к которому мы можем подключиться, позволяет нам условия эксплуатации и сдать его электрические величины на текущий момент. Красивый прибор. А вот этот большой аппарат? Это тепловизионная камера. Это то, что называется тепловизором? Тепловизор, да. Это, например, если бы мы его включили, мы могли бы определить, где у нас в студии проходит утечка тепла, да, в каком углу? Внизу, вверху? Да, теоретически это возможно, но, к сожалению, конструкция студии, да, очень много и световых помех, потому что тепловизор, он показывает тепловизионную картинку, распределение температурного поля, вот, но это лучше всего, конечно, делать, допустим, с наружной стороны здания. А, внутри мы ничего не определим, ну, можем определить, но с погрешностью. Не в студии, да. Это интересно. Это небольшая часть приборов, которую мы используем в своей, как бы, повседневной практике. спасибо. Я хочу обратиться к сообщениям вайбер. Вот Андрей прислал, тут есть сообщения разные, но Андрей прислал такое. Юрий, отличный специалист, мастер своего дела. Подписано сообщение Андрей. Ну, это то, что непосредственно могу прямо сейчас зачитать. Очень приятно. Я хотела бы задать еще несколько таких лирических вопросов. Хотела бы к ним перейти. Ну, вот Белорусский парк высоких технологий не так давно провел конкурс детского рисунка и просил ребят к этим рисункам добавить свое описание, вот как они видят белорусского ученого. Я некоторые выдержки из этих описаний хочу привести. Образ ученого у меня ассоциируется с мужчиной преклонных лет, который уже не одно десятилетие посвятил науке и продолжает оставаться верным своим задумкам, планам и открытиям. А вот еще одно сообщение. Ученого я себе представляю женщиной, потому что она ласковая, добрая и заботливая. Ученые оберегают все живое на земле и делают жизнь всех еще лучше и интереснее. Но мы утверждаем, что этим уже занимаются и геологи, и не всегда это женщины, да, Андрей Петрович? Или среди геологов много женщин? И геологи, и экологи, и географы, они больше похожи не на Эйнштейна, как его рисуют. Так, так, так. Они похожи больше на Индиану Джонса, грязного там. На путешественника, как минимум, на искателя приключений. Руки развязаны. Вот. Это Андрей Петрович начал создавать портрет. Пусть они смотрят на Индиану Джонса, как он есть в исполнении Гаррисона Форда и представляют себе геолога, эколога. Спасибо за ответ. А какой бы портрет ученого нарисовал Юрий Викторович? Видите, тут один такого напевно не будет. Конечно, ну, принято вот так, середине статистичный некий человек будет воспринимать, а, это вот такие шаленые, апантаны дядечка, які там ему накажут и там одну бретельку там некую опрану, другую не, там, вот так, сумку на бок и неек бежить и нечто про свое думать. Видите, кожный человек индивидуальный. Я одно хочу сказать, что ведайте, допустим, и Целковский, и Сухий, и Королев подчас життя яны не были у тым ареопагу, ось, зараз, як бы, в антеоне, яким яны зараз есть. Все не просто вельми дается. Это такая нива, на якой треба быть вельми человеком упартым, перетереть про себе багато чого и разуметь, что навуковая супольность, яка оценивая все это, она вельми критично до этого ставится. Это такая рыса. Ведайте, мне одно, чем мой один знайомый сказал, что я ведаю две нации, которые критично ставятся сами для себя. Это немцы и белорусы. Критично. А навуковцы немцы и белорусы. Нема такой национальности навуковец. Все працуют кадры международного проекта, которые выполняли по исходному партнерству. Тут своя мова и каштовность. Все великие люди подчас своего життя завоевывали и отбивали это все. после того, как они сходили, их распрацовки починали быть признанными, их починают шановать. За прикладом далеко можно пасти. 1807 год. Наполеоновская Франция. Жан-Батист Фурье пропонует представлять любую периодичную функцию суммой синусоид. Зараз вся техника на этом гарнтуется. Все спокойно это выкористовывают. А его выставляют за двери и кажут, что нет, вы не правы. Это быть просто не может. Прошло пару десяти годов, это поверили и приняли, а теперь без этого просто не могут. Это натурально как признавать это. Это такие моменты. Я заразумела. Все же я хочу поинтересоваться у Сергея. А вот его портрет ученого, каким он будет? Вздохнул Сергей. Молодой ли это человек? Это очень сложный всесторонний вопрос. Ответьте на него легко. Легко и кратко, если вот прямо собирательный образ, но мне почему-то представляется все-таки на портрет ученого собирательный такой все-таки это мужчина, причем в возрасте. Может быть где-то с сединой, наверное, может быть с небольшой все-таки бородкой. Почему-то в очках и в костюме. Может быть, ну, не прянуто. Вот все кроме возраста подходит Андрея Петровича. В белом халате. Вот, да, вот почему-то, ну, не знаю, вот у меня такой вот вырисовывается. Я поняла. Вот, кстати, никто из детей не описал молодого ученого. Никто не представил его достаточно, ну, в молодых годах. Насколько велик, хочу спросить, у Андрея Петровича, интерес школьников к науке, именно вот геологии, к научным знаниям в области экологии, геологии, географии? Есть такой конкурс и конференция, и конкурс. Там конференция-конкурс. Называется это «Молодежь и экологические проблемы современности». Она где-то уже существует лет 20. И там участвуют школьники. Я там был в жюри, меня приглашали на открытие, там выступать и так далее. Там заходишь выступать, смотришь в зал, там седьмой класс, восьмой класс. Ну, естественно, взрослые есть школьники. Вот. На секции, когда сидишь, они представляют свои опытнические работы. Там большую часть такие работы что-нибудь вырастить, поставить какой-нибудь опыт такого экологического плана. Вот. И солидно выглядит, солидно выглядит. А есть еще конференция поискового университета проводят. Там по разным направлениям. Там есть секция географии, там выступают с географическими работами. Там какой-то карапуз, ну, не карапуз, конечно, а школьник девятого класса провел анкетирование там в нескольких деревнях по топонимике, да, по названиям, гидрой. Сам составил эту карту, там провел какие-то там обобщения сделал. Я хочу сказать, что филологи даже целые словари создают. Это филологи, а георгии, они создают карту этих самых. И там анализ даже можно проводить исторически, географически по этому делу. То есть школьники, они тянутся. То есть таких интересующихся школьников всегда достаточно. Да. Их главное заинтересовать. Главное заинтересовать. Хорошо. Но вот здесь такая область, скажем, нелишенная романтики, геологи, да, всегда были географы, ну, даже экологи. А вот к техническим наукам страсть питают школьники? Ну, конечно. Вось, видайте, бог все и однолького. Во все во все часы есть однольковая доля людей, якие эти кавятся той, 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 те инши. Конструкторы любят вертеть, да. Вось. Есть, конечно, не то, что приходит модулю, вось, як бы, некие сучасные помкненьяки есть у молоди. Вось, допустим, ну, зараз все ведают, что вельми популярна сфера IT, наш парк высоких технологий. Да, но каждый уже себя сейчас видит будущим айтишником, да. Так. Я, до речи, завжды задаю питание, что, коли уже будет створен у нас такий же самый кластер, у нашей радуэлектронницы, чему б не замахнуться на это так само. Это было б вельми, вельми добро. Я лечу, что нам, вось, зарабиться такой европейской Японии вельми час. Вось. Ну, соправда, и корыстных выкопнил у нас небогато. Ну, я думаю, что Андрей Петрович без работы не останется, потому что мониторинг окружающей среды, верно, это как раз очень востребованное дело. С каждым годом все хуже, поэтому... Мы что год проводим олимпиаду, парадуэлектронницы, вось, дарычи фотосдымки. У нас бывают добрые слова, можно сказать, у бок наших постоянных удельников. Это Гомельский городский лицей, гимназия номер 56, все лицеи наши, все пробачки наши профильные колледжи, яки, значит, присылают завжды своих удельников, и вось, стекаются, выращают задания, яки, связанные с ликтотехникой. Ну, и у нас потом шмат кто потом заявляется и поступает до нас уже в якости студентов. Такий формат проведения для абитуриентов, и он, в принципе, себе оправдывает. Ну, а что тычется, конечно, сучастных школьников, ведайте, им значно стало тяжей, чем было нам. Я... У них объем больше? Объем значно более. Значно более объем. Вось, и коли быть выдатником у нас сейчас и быть выдатником теперь, это великая розница. Вось, коли все поспеть, а кожный наставник хочет показать, что вось, подручник нам дали, мы гэты подручник, давайте мы его спашем, так сказать. Я хочу спытать, а вось очиняют дверы, скажем так, лабораторы, университеты, вот вельми добра былоб, каб падчас вось гэтых дзен навуки ва университеты, запрашали школьников, махчыма просто молодых людей, які нават и не думали отрымливать высшейшую адукацию, але паглядели, пабыли и сказали, гэта для нас. В эту суботу в 12 часов. Так, так, буднична сказал, в эту суботу. Нет, есть просто программа профориентационная, сухого там, они как бы курируют, там, все вузы проводят университетские суботы. Там расписано на весь год. Суббота накануне Дня науки в 12 часов. Куда приходить? Это науки о земле. Университет, четвертый этаж, там встретят. Главный корпус. Так, факультет, это мы говорим о факультете геолога-географии. Так, много ж корпусов у Гомельского государства. Главный, главный. Главный корпус, пожалуйста, с крыльцом. Либо к нам. Либо к вам. Либо к нам какая-то суббота. Пожалуйста, куда? Либо к нам, у нас только на другие поверхторы. Да, 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 это на базе, в эту же субботу, на базе механико-технологического факультета композиты без границ, вот, где, пожалуйста, механико-технологический факультет распахнет свои двери, покажет свою базу и покажет все-таки школьникам, что такое композиты, что они себя представляют. Вся информация на сайте университета. Технического университета. Такие субботы, они проводятся очень часто. Всеми вузами, да. Всеми вузами. Всеми специальностями. Ну, мы просто обращаем на это внимание. Это как раз очень хороший момент, который мы сегодня затронули. Кстати, наши телезрители вот уже шлют и ответы в Вайбер, и вот пришло такое сообщение от Аллы. Мы просили, спрашивали у телезрителей, как вы думаете, чего вы ждете, чего мы все ждем от наших ученых, от нашей науки. Так вот, Алла прекрасное сообщение прислала. Когда уже наши ученые придумают методику создания нефти из отечественных природных ресурсов? Спасибо, Алла, за такое сообщение. Есть еще несколько, буквально прочитаю. Ну, вот то, что востребовано. Ожидаем изобретение в 21 веке, открытие лекарства от всех болезней. Вечный двигатель так и не изобрели, а пора бы, пишет Олег. Еще один момент. В кругу друзей обсуждали, что будет открыто в недалеком будущем. Так вот, парни думают, что это будет способ читать чужие мысли, а девушки, конечно, за эликсир вечной молодости. Анна. Ну, прекрасное сообщение. Еще спрошу у нашего редактора на телефоне, были ли варианты ответов на вопрос, когда был открыт геологический факультет в Гомельском государственном университете. Так, пожалуйста, мне скажите, в 1981 году кто ответил? Кто дал такой вариант ответа? Сергей Николаевич дал ответ 1981 год. Андрей Петрович, пожалуйста, правильно ли это? Нет, конечно. Нет, конечно. Извините, есть еще один вариант, пожалуйста, озвучивайте. Анатолий Александрович дал такой вариант год 1969, а этот ответ? Этот правильный. Так, уважаемый Анатолий Александрович, вы абсолютно правильно ответили на вопрос, когда был открыт факультет геологии в Гомельском государственном университете. Тогда он еще не был университетом имени Франциска Скорыны, но он в этом году стал называться университетом. Верно? И вот этот промо-пакет от Гомельского государственного университета, он ваш, уважаемый Анатолий Александрович, если я не ошибаюсь. Ну что ж, время нашей программы неумолимо движется к завершению, и у нас не так много времени остается, хочу уточнить, остается время только на то, чтобы сделать пожелания будущим ученым, потенциальным ученым, студентам, магистрантам, пожалуйста, Андрей Петрович. Всем здоровья и успехов. Вот, и настойчивости наверняка, правда? Да, успехов, если брать молодых ученых, студентов, у них есть конкурс, республиканский конкурс научных работ студентов. Там любой студент, если он занимается наукой, может туда отправлять свою работу и выиграть, стать лауреатом, к примеру. Он сразу получит и премию от специального фонда президента. Какие радужные перспективы нарисовал Андрей Петрович. И так далее. Правда, не каждый становится лауреатом, но вот у нас есть СНИЛ, студенческая научная лаборатория «Геолог», ее как раз из этого фонда наградили. Так она, из ее недр, из недр вышло несколько лауреатов, которые сейчас работают и преподавателями, и научными сотрудниками, работают они и в институте геологии в Минске, работают в нашем институте, Белнепи-нефти, там целые росы этих людей. То есть они начинали, начинали там чуть ли не со школы. Вот именно с этих лет. Да, Андрей Петрович сказал, что не каждый становится лауреатом, но попробовать им стать может каждый, как минимум. Сергей, пожалуйста, коротко ваше пожелание. Здоровье это 100%, соглашусь. Ученым это надо. Это надо, это надо. Целеустремленности самое главное, упорство и неиссякаемые просто жизненные энергии для достижения поставленных целей. Замечательное пожелание. Юрий Викторович, кали ласка. Хочу пожадать всем, тем, кто в моем ожидании все-таки связать свой лез с наукой натхнения, сил, доброй такой житевой энергии. Ну, а в принципе кожным в житии удачи, счастья, здоровья, ну и дочекаться зимы в этом сезоне. Ну, сегодня снег уже ушел, так что все будет добро. Уважаемые телезрители, конечно, я благодарю вас за то, что несмотря на условия сегодняшней программы, вы смогли дозвониться до редактора на телефоне, дать свои правильные ответы и активно присылали свои сообщения в Вайбер. Ну, а гостям сегодняшней студии безусловно желаю крепкого здоровья и новых свершений на научной Ниве. Благодарю. Дорогие друзья, это была программа Добрый вечер, Гомель, я ведущая Лена Троценко, прощаюсь с вами до следующей встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин